И снова здравствуйте, с вами Дэв. Вчера ночью вышел первый трейлер фильма Дэдпул 3, который получил под заголовок Дэдпул и Росомаха. И трейлер был просто превосходный. Конечно же, там будет рейтинг R, всё очень динамично, всё очень классно, и там очень много пасхалок. Давайте попробуем разобрать все пасхалки, которые я лично смог найти в этом трейлере. Если вы найдёте какие-то ещё, или я что-то упустил, буду признателен, если вы укажете это в комментариях. Итак, поехали. Трейлер начинается тем, что мы видим день рождения Дэдпула, и на нём появляются все персонажи из прошлых фильмов. А именно здесь весь X-Force, который погиб, разумеется, Колосс, Таксист, Слепая Эл, Лысый Мужик из Бара и, конечно же, Ванесса. Большинство этих персонажей погибли по той или иной причине, но Дэдпул смог их вернуть, ибо в конце второй части он забрал машину времени Кейбла и смог телепортироваться назад во времени для того, чтобы исправить все ошибки и вернуть всех своих друзей. А также исправить несколько кинематографических ошибок, а именно убить свою версию из фильма Росомахи, а во-вторых, не дать Райану Рэндальсу самому себе сыграть Зелёного Фонаря. И, конечно же, это создаёт временные аномалии и нарушает временной континуум. Поэтому за ним приходят TVA, которых мы уже с вами видели в Локе. Они его забирают в его день рождения и отдают его под суд или же под следствие. Я думаю, это прямая отсылка к комиксу «Женщина-Халк» номер 100. Именно там мы увидели такой же точный сюжет, когда Дженнифер Уолтерс решила спасти Соколиного Глаза, который трагично погиб, и отправила ему в прошлое его собственное письмо. Она не знала, что это создаёт временные аномалии, и так делать нельзя, и это противозаконно. Поэтому её забрало TVA под следствие, отдали под суд. В этом же комиксе впервые появился клон Мобиуса, которого назвали «Мистер Парадокс». Я думаю, именно он появляется здесь и разговаривает с Дэдпулом, и, конечно же, мне кажется, что весь этот момент отсылает нас к «Женщине-Халк». Разумеется, Дэдпулу предлагают работу ровно точно так же, как это предложили Локи в одноимённом сериале, и показывают ему всю киновселенную Марвел. Там мы видим на экранах кадры из фильмов «Эра Альтрона», «Рагнарёк» и «Зимний солдат». Затем нам показывают какую-то пустыню. Я лично ставлю на то, что это пустошь. То место, куда отправляются все стёртые из реальности вещи, которые должен в дальнейшем полностью стереть из существования Алиот, к которому мы ещё вернёмся. И тут нам показывают затылок фигуры абсолютно лысой в каком-то плаще. Ходят слухи, что это будет Кассандра Нова, родная сестра Профессора Икс, которая является, пожалуй, самым опасным противником людей Икс в комиксах Марвел, потому что она инсценировала события E4 Extinction. Тот момент, когда она натравила очень опасных Сентинелов на Джиношу, цветущий рай, который построил магнито для мутантов. Тогда перебили 16 миллионов мутантов. Это считается самым большим геноцидом за всё время комиксов Марвел для людей Икс. Я могу также предположить, что это может быть либо древний из Доктора Стрэнджа, или же Калибан, ещё до того, когда он превратился в живую мумию. Затем нам показывают Дэдпула в какой-то пещере, и судя по всему, он находится в пасте скелета какого-то дракона или же динозавра. Учитывая то, что Дэдпул отправляется в путешествие по комиксной вселенной Марвел и кинематографической вселенной, можно предположить, что это Дикая Земля, но это не точно. Затем нам показывают казино, и мы там видим Росомаху со спины в его белом костюме. Именно в таком виде Росомаха всегда появляется, когда отправляется в Мадрипур. И, конечно же, мы видим обновлённый поезд Дэдпула, который более приближен к комиксам. Затем идёт кадр, где Дэдпул борется в каком-то зимнем лесу. Мне почему-то кажется, что это лес из эры Альтрона, где бились Мстители и нападали на замок барона фон Штрукера, когда первый раз появилась Алая Ведьма и Ртуть. Затем мы вновь возвращаемся на пустоши и видим Дэдпула, который борется на фоне огромного заброшенного символа компании 20-й век Фокс. Разумеется, это безумно символично, потому что весь этот фильм символизирует окончательную бесповоротную смерть компании 20-й век Фокс, которая в настоящее время является собственностью Диснея, именно поэтому мы видим всё вот это. Затем какой-то человек просит, чтобы Дэдпул его спас, и его забирает некая фиолетовая дымка. Мне лично кажется, что это местный Алиот, но размер, конечно же, не соответствует тому, что мы видели в сериале Локи. Возможно, это какая-то его альтернативная версия или что-то другое. Затем очень классный кадр, на котором мы видим сразу множество вещей. Во-первых, это скелет Левиафана, Читаури, во время вторжения в Нью-Йорк из первых Мстителей. Затем далеко на заднем плане находится мост, который нас отсылает к третьему фильму Людей Икс, именно этот мост вырывал тогда магнитом. Также здесь есть обломок Хелли Керриера счета. И, конечно же, человек в очень интересной маске и капюшоне, который очень похож на какого-то приспешника Доктора Дума. Сложно сказать, что это будет, потому что слухов сейчас просто какое-то колоссальное количество. Одни говорят, что Канга Завоевателя полностью убрали из киновселенной, его больше не будет, и его сейчас срочно пытаются заменить на Доктора Дума и вписать Виктора белыми нитками в КВМ. Другие слухи говорят, что Канг остается, все в порядке, просто заменят актера. И еще слухи говорят, что Доктор Дум будет одним из злодеев в этом третьем фильме Дэдпула, и это будет Доктор Дум из фильма «Фантастическая четверка». Какая конкретно, сложно сказать, но я ставлю на первые два фильма. Затем мы, конечно же, видим Пиро. Актер вернулся вновь к своей роли, и это просто замечательно, я лично Пиро всегда любил, и мне искренне жаль, что его последние годы очень мало в комиксах. Затем мы видим момент, когда Дэдпул вылезает из-за какого-то дерева, затем резко прячется, поднимает одну руку и просит всех остановиться. Это нас отсылает к первому появлению Дэдпула в его первом фильме. И заканчивается трейлер еще тремя пасхалками. Во-первых, лежит Дэдпул, и сбоку от него лежит порванный комикс «Секретных войн номер 5», который, естественно, нас отсылает к будущему фильму киновселенной Марвел, который в теории должен уничтожить всю мультивселенную и перезапустить ее. Также мы прямо сейчас разбираем на канале именно эту историю «Секретных войн». Это «Секретные войны» 2015 года. Этот комикс придавлен бутылкой энергетика, которая появлялась в фильме «Невероятный Халк». Именно на этом заводе по производству этого энергетика работал Брюс Бэннер. Капля его крови попала в одну из бутылок этого энергетика, и ее выпил Стэн Ли в своем камео. И, конечно же, все завершает тень Росомахи с когтями в своем каноничном желто-синем костюме из замечательного мультсериала 90-х. Вот вроде бы и все пасхалки, которые лично я смог углядеть в этом трейлере. Мне кажется, он получился прикольным и очень динамичным. Я считаю, что он совершенно замечательно показывает весь дух будущего фильма. А именно, путешествие по мультивселенной, огромное количество отсылок, пасхалок, юмора, самоиронии и, конечно же, рейтинг R очень четко виден даже в трейлере. И это прекрасно, потому что Дэдпул без рейтинга R – это уже будет совершенно другое кино. Если я упустил какие-то детали и вы их заметили, напишите их в комментариях. Я думаю, всем будет очень интересно почитать. И, конечно же, я жду вашего мнения по поводу вот такой вот рубрики. Я очень давно не разбирал трейлеры, не пытался найти в них какие-то пасхалки, не строил теории. Канал, в принципе, сейчас занимается не этим. Поэтому от успеха этого ролика зависит, будем ли мы еще заниматься с вами здесь подобными вещами на канале. А именно, искать пасхалки, разбирать трейлеры и так далее. На этом, я думаю, можно заканчивать это видео. Благодарю вас за просмотр. Умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго. Продолжение следует...